Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Более 80 тысяч сочинцев приняли участие в бессмертном полку. Памятный митинг прошел и на мемориале воинской славы. Ретро-прически, солдатская каша, выставка книг о войне и молодецкие забавы. Городские площадки в День Победы представили все самое интересное. В Сочи появился портрет неизвестного солдата. Новая граффити украсила завокзальный район. Лучшие в профессии из 43 регионов. Сочи принимает финал Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства, сервис и турист. Накануне страна отметила один из самых главных и самых народных праздников – День Победы. Больше двух с половиной тысяч военных приняли участие в параде в Краснодаре. По театральной площади маршем прошли служащие различных родов войск – десантники, летчики, моряки и полицейские, а также курсанты, училищ и казаки. Но самыми главными на празднике были ветераны. Они возглавили торжественную колонну, выехав на боевых автомобилях времен Великой Отечественной войны. Всех собравшихся на площади приветствовал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев уверен, чем дальше в историю уходят события той войны, тем выше ответственность перед будущими поколениями, которым необходимо передавать правду о Великой Отечественной. Полгода во власти врага. Страшное время оккупации для нашего края. Виселицы на улицах кубанских городов. Сожженные станицы, разрушенные предприятия и колхозы. Ожесточенные бои за Новороссийск, Туапсе, Крымск, Тамань. Навсегда в летописи героических побед Великой Отечественной войны. Разрушенная страна, но не покорившийся народ. Тот самый народ, который после войны всего за два десятка лет превратил наше Отечество в одну из сильнейших держав мира. Сегодня весь мир видит мощь российской военной техники, аналогов которой нет в мире. Главное предназначение этого оружия – надежная защита рубежей нашей Родины. Сильная и независимая страна. Стабильная и процветающая Кубань. Это настоящее и будущее, которое мы создаем. За это настоящее и будущее наши отцы и деды воевали и отдавали свои жизни. Войны-победители. Войны-освободители. Давайте будем достойны их памяти. С праздником вас, дорогие земляки. С Днем Великой Победы. Ура! После того, как на Театральную площадь вынесли Знамя Победы, в центр Краснодара с троем въехала действующая военная техника. Это бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», зенитные установки и тактический ракетный комплекс «Искандер». Ну и более 100 тысяч человек прошли в рядах бессмертного полка в краевой столице. Колонна растянулась на несколько кварталов от сквера Жукова до улицы Северной. Участников шествия на Театральной площади приветствовал губернатор Вениамин Кондратьев, председатель ЗСК Юрий Бурлачко и мэр Краснодара Евгений Первышев. В ответ от горожан тоже звучали поздравления. Многие подходили, чтобы лично поделиться историей о своем герое и сфотографироваться на память с губернатором. Ура! Затем руководитель региона подключился к шествию. Вместе с краснодарцами прошел до вечного огня, чтобы отдать дань памяти воинам, не вернувшимся с войны. А уже после торжественной части Вениамин Кондратьев лично встретился с ветеранами. 13 человек, 9 из которых – непосредственные участники Великой Отечественной войны. Самым младшим из них 93 года. Говорили о жизни и о том, как сохранить память о победе. В школах Кубани введены уроки мужества. Проводятся встречи с реальными свидетелями боев. По мнению ветеранов, патриотическое воспитание должно начинаться не только с громких лозунгов, но и, например, с того, чтобы приучивать молодежь не мусорить вокруг себя и не быть равнодушными к окружающим. Все вы по характеру разные, все бойцы внутри. И вот не зря на то, что по характеру все разные, у всех одно очень высокое чувство патриотизма. Вот это я еще раз подчеркиваю. Для нас сегодня важно еще раз повторюсь и еще. Как нам сегодня растить именно такую молодежь. Пусть она вся разная, с характерами, с различными точками зрения. Но их должно связывать одно – всех воедино, нашу молодежь, наших мальчишек и девчонок – высокое чувство патриотизма. В этом году в школах Кубани прошло более 240 тысяч уроков мужества и организовано 57 тысяч экскурсий по местам боевой славы. Во время разговора с ветеранами Вениамин Кондратьев предложил реконструировать мемориал «Малая земля в Новороссийске». Возможно, существующую композицию дополнят новыми монументами. Один из участников Великой Отечественной войны Михаил Новиков высказал идею создавать в школах фильмотеки с выступлениями ветеранов, которых с каждым годом становится все меньше. День Победы в Сочи традиционно начался с акции у мест памяти павших воинов. Утром люди шли к мемориалу воинской славы в завокзальном микрорайоне. Это место захоронения более двух тысяч воинов советской армии, которые погибли от ран в сочинских госпиталях. После минуты молчания и военного салюта к вечному огню возложили венки. И там же парадным строем прошли служащие сочинского гарнизона, отдавая честь собравшимся ветеранам. Я здесь лежал в Сочи в госпитале. Там вот целый ряд ребят, которые погибли в госпиталях. Здесь это скорость, большая скорость. Для меня, как и для всего народа, это радость и печаль. Потому что погибли мои родственники, все друзья. И отдано исключительно много жизней. Дань памяти отдавали и на морских рубежах. На волны Черного моря спустили траурный венок. А в Красной Поляне накануне установили пушку времен войны. Такие орудия защищали подступы к Сочи. С портретами ушедших отцов и дедов на улицы города вышли и сочинцы, участники акции «Бессмертный полк». Тысячи сочинцев и гостей курорта собрались, чтобы отдать дань памяти своим героям. Но шествию «Бессмертного полка» предшествовала другая церемония. В честь 73-й годовщины имя Валентина Леонидовича Гончарова увековечили в книге почета города Сочи. Ветеран во время войны на боевом патрульном катере участвовал в штурме Новороссийска и обороне Севастополя. Возглавило шествие Знамя Победы. Сразу за ним следовали ветераны. Путь от зимнего до стелы подвиг во имя жизни они проделали на ретроавтомобилях. Далее – десятки тысяч людей с портретами своих героев. Принял участие в шествии и глава города Анатолий Пахомов. Это мой дед Ярмизин Петр Иванович. Фронтовик, инвалид Великой Отечественной войны, которого, конечно, уже нет в живых, но память о нем будет вечная. Его знает мой внук, это уже его правнук. И мы всегда будем гордиться подвигу наших дедов. Это мой отец, воевал с 1941 по 1946 год. 25-й отдельный железнодорожный мостовой батальон. Два года назад на сайте подвигнарода.ру я забил его. И что я увидел? Я увидел первоисточники наградных документов моего дяди. Он разведчик. То есть ему, когда закончилась война, ему не было 20 лет. Войну он закончил в Берлине. Парад длился более двух часов. В то время, как одни заканчивали шествие, устыл и подвиг во имя жизни, другие только начинали. В этот день слова благодарности звучали всем ветеранам Великой Отечественной. И каждый из них в 45-м День Победы запомнил по-разному. В части придается приказ. Приготовьте снаряды, боевые снаряды. Приготовьте, потому что будет война закончилась. Готовьтесь к салюту и победу. И я впервые в жизни в ночь с 8 на 9 мая по приказу командования Верховного Командующего первый раз в жизни дал первый салют Победы с боевыми снарядами. Это было в Австрии. Я была с солдатами вместе в окопах в лесу. Часиков два. Телефонист как закричал. Победа, победа. Все выскочили. Дождь шел, грязные. Ну, такую стрельбу устроили с автоматом. День Победы отмечали повсюду. На каждом шагу стояли военно-полевые кухни и звучали песни военных лет. В скверах и парках с утра до вечера были народные гуляния. На площади у Южного Мола организовали большую концертную программу, где весь день один творческий коллектив сменял другой. Бессмертный полк традиционно завершил свое шествие у Стеллы «Подвиг во имя жизни». Затем сочинцы разошлись по разным площадкам активности. Кто-то в парк Ривьера, другие в Черешневый сад или на площадь у Южного Мола. Расскажет Елена Овсецина. В этот день, в День Победы, мало кто усидел дома. 80 тысяч сочинцев по зову души прошли по курортному проспекту с фотографиями своих родных. Большая гордость за своего деда, за всех сочинцев, которые прошли сегодня в этой акции со своими родственниками. Дедушка живой, 97 лет, еще разведчик в Сталинграде был. А это прадедушка, подполковник наш. Он тоже здесь в Сочи был. Чувства такие вот, вот сейчас с вами разговариваем, мурашки, когда еще песни вот эти веселые такие. Здесь, в парке Ривьера, да и в самом парке, конечно же, гостей встречали песнями. Люди с радостью подпевали. Атмосфера праздника, которая объединяет все поколения, была повсюду. Очень приятно и сразу захотелось самой петь. И мальчишки тоже знают много песен. Многие в этот день считают неким символом или традицией попробовать солдатскую кашу. Именно такую в полевых условиях и варили бойцам, приближавшим День Победы. А для ветеранов мы традиционно готовим угощения. Тут фронтовые 100 грамм, полевая кухня, бутерброды. Как всегда, в парке было очень много детей, но 9 мая ребятишки поменяли свои наряды на военную форму. Среди таких гостей 8-летний Вова Юрин с портретом своего прадедушки. Он еще совсем маленьким, трехлетним, на плечах у отца впервые принял участие в бессмертном полку. Теперь и кашу солдатскую попробовал и к 9 мая выучил наизусть стихотворение. Победа, победа, победа. Все праздника этого ждут. Иду я за прадедом следом, а прадеду честь отдают. А дети постарше уже в Черешневом саду у морвокзала исполняли песни военных лет. Люди расположились прямо на зеленом газоне. Вот такой импровизированный зал собрал тоже очень много зрителей. Одни фотографировались на фоне панно с названием победа, другие захотели аквагрим с победной символикой, третьи просто прогуливались праздничными шарами, но все напоминало о главном празднике страны. Все творческие коллективы, все жители города готовились к празднику Великой Победы. Все очень интересуются теми площадками, которые мы для них приготовили. Это и ретро-прически, это и концертная программа, это и сборка-разборка автоматического оружия, это и молодецкие забавы. А молодецкие забавы действительно оказались самыми массовыми и зрелищными. Это комплекс мужских игр, развивающих силу и ловкость. Любой желающий мог помириться силой. Энтузиастов поддерживали все, кто стоял вокруг. Это древние славянские традиции, молодежные забавы. То есть мы видим разные забавы, это и с бревнами, и с гирями, и с палками, разными веревками. То есть все это развивает молодецкую удаль. Специально на майские праздники приехали в Сочи гости из Белоруссии. Их в Черешневом саду привлек стенд с военной литературой. Большая библиотека вообще имеется. Да, у дедушки большая библиотека, внуки ее смотрят. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши внуки были причастны к этому дню не просто понаслышке, а именно прочитав литературу, узнав о боевых событиях, о тех подвигах, которые совершили их деды, прадеды. В День Победы в Сочи массовые мероприятия продолжались весь день во всех районах курорта. Яркую точку празднества поставил салют на Южном Малу Морпорта. Гелена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. А еще накануне Дня Победы в Сочи зажглись свечи памяти. Городская акция прошла в районе морского порта. Несколько десятков жителей и гостей курорта приняли участие в шествии от Северного Мола к Южному. Они проследовали с лампадами и свечами в руках. После этого в море спустили траурный венок. Для меня это светлая память о моем прадеде, прабабушке. Чем дети старше становятся, тем мы больше будем посещать такие мероприятия. Пришли всей семьей вспомнить наших предков. В России акция проходит во многих городах. В Сочи свечи памяти впервые пронесли несколько лет назад. Но прижилась традиция очень быстро. Акция проходит не только в День Победы, но и 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. К празднованию Дня Победы присоединились и транспортные полицейские. В Сочинском линейном управлении МВД на транспорте развернулся настоящий военный городок. Торжественный митинг начался с построения личного состава и выноса копии победного знамени. Лучшим сотрудникам были присвоены первые и очередные специальные звания и вручены благодарности за безупречную службу. Глава Сочи Анатолий Пахомов выразил благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и органов внутренних дел. Вручил им почетные грамоты за вклад в воспитание молодого поколения и подарки. По традиции, силами сотрудников, их детей и членов общественного совета был организован праздничный концерт. Для гостей исполнили стихи и песни военных лет. Все желающие смогли посетить боевую палатку, отведать солдатской каши и сфотографироваться с ветеранами у боевого автомобиля. Очередной стрит-арт-объект появился в Сочи. Большой портрет создали специально ко Дню Победы. Рядом с мемориалом в завокзальном районе на улице Тоннельной появился портрет неизвестного солдата. Его нарисовали уже известные в Сочи художники из Витебска Глеб Каштанов и Ян Кузьмин. Как написали ребята на своей странице в соцсети, этой работой они хотели поблагодарить всех участников Великой Отечественной войны. Всех тех, чьи имена неизвестны, но их подвиг будет жить вечно. Напомню, что в прошлом году, также ко Дню Победы, курорту художники сделали подобный подарок – стену граффити с изображением маэстро. Героя фильма «В бой идут одни старики». Портрет Леонида Быкова украшает стену пятиэтажки на улице Чайковского. И к другим новостям. В Сочи полицейские задержали водителя, который перевозил человека в багажнике. О грубом нарушении правил дорожного движения в дежурную часть УВД сообщили очевидцы. С их слов, молодой человек на автомобиле марки «Лада» вез своего товарища в багажнике. В этот же день сотрудники ДПС установили и задержали нарушителей. Это 22-летний местный житель. В настоящее время в отношении него составил административный материал по статье 22.8 «Нарушение правил перевозки людей». И мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто стал очевидцем нарушения правил дорожного движения, сразу же сообщить в полицию по телефону 02. 22-летний водитель пояснил, что его друг в качестве шутки сам решил проехать в багажнике. Нарушителю назначен административный штраф в 500 рублей. Лучшие в профессии из 43 регионов страны. Сочи принимает заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, сервис и туризм. Финал проходит в опорном вузе Краснодарского края, Сочинском государственном университете. Какие испытания предстоят финалистам олимпиады и какой приз на кону, расскажем в нашем следующем сюжете. На сцене финалисты Всероссийской олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, сервис и туризм. Это победители региональных этапов состязания. В Сочи приехали представители 43 регионов страны, от Калининграда до Сахалина. Это очень ответственный момент, потому что я единственный человек с области, который вышел в этот этап. Это очень большой шаг вперед для данной профессии. Государственный сервис прорывается вперед на данный момент, потому что туристы растет. Сегодня в Сочинском госуниверситете состоялось торжественное открытие олимпиады. Для опорного вуза Краснодарского края принимать финал такого крупного мероприятия – большая честь. СГУ готов делиться накопленным методическим опытом в области сервиса и туризма. И, конечно же, перенимать его у других регионов. У нас есть возможность изучить лучшие практики подготовки студентов во всей России. Сюда приехали лучшие студенты. В этом году 43 региона принимают участие. И, конечно, очень интересно будет посмотреть, как в других учебных заведениях осуществляется подготовка своих ребят. Впереди у участников олимпиады три дня напряженной работы. В рамках интеллектуальных состязаний предстоит выполнить теоретическое задание. Это компьютерное тестирование. Также перевод профессионального текста и практическое задание. Здесь будущим работникам сферы гостеприимства предстоит проявить не только профессиональные, но и творческие способности. Работодателю сегодня нужны практикоориентированные специалисты олимпиады. Как и любые конкурсы профессионального мастерства, это наглядный образец того, каких компетенций достиг наш сегодняшний выпускник. Завершится олимпиада 12 мая. Победители-призеры будут представлены к получению гранта президента России. Ну а все без исключения участники примут участие в специальных экскурсиях, где познакомятся с лучшими объектами показа Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Спасибо.